С добрым, с добрым утром всех! Здесь уже очень много приветствий в чате. Из разных городов, из разных уголков планеты. Идеки все пишет. Ну все, на взгляд готовы. Да, классно, классно. Кстати, про города. Знаете, как очень круто? Сейчас мне помогают наши приветствия, которые мы пишем у нас на зарядке. Вот вы пишете, каждый свой город. Мне это круто помогает, когда я играю в города. Я всегда с детьми играю в города. И такая, ух ты, так, так, так. И потом говорю, ну, ребят, ну приходите ко мне на зарядку, там знаете, сколько городов вы еще узнаете и услышите новых и интересных. Такие, знаете, которые прям такие в точку. Поэтому спасибо большое за наши приветствия. Спасибо большое за ваши сообщения. Получается очень интересно. Ну и с удовольствием всегда читаю наши приветствия. Откуда идут нам пожелания с добрым утром? Ну и с новым днем, конечно. Большое-большое спасибо. Так, да, здесь кто-то спрашивал. Начинаем уже, да, уже начали. Можете написать в чате. Может быть, кто-то еще не подключил себе аудиоустройство. Напишите, пожалуйста, в чате, что уже все, зарядка началась. Мы уже в полном движении. Что все уже, вдруг у кого-то нет звука, то чтобы они подключили себе аудиоустройство. Здесь в Zoom так надо. Кстати, мой малой, Никитушка, уже научился пользоваться Zoom. У него проходят там онлайн занятия сейчас. И даже когда меня нет дома, они с бабушкой потихонечку садятся и подключают Zoom. Причем, не знаю, у него как-то так на планшете постоянно спрашивают. Идентификатор конференции. А, потому что там, наверное, каждый раз новая ссылка. Вот, точно, наверное, так. Потому что там всегда новая ссылка. Кстати, вот это мне не нравится, например, да. И вот постоянно их спрашивают. Идентификатор конференции, код доступа. Потом там разрешить доступ к микрофону, разрешить доступ к гамере. И вот это там постоянно, постоянно, постоянно. Ну, в общем, даже Никита уже научился и с бабушкой вместе. Они научились уже пользоваться Zoom. Поэтому, что нам, нам вообще все просто легко. Ну, а нашим участникам, они умеют делать себе регистрацию в EID. Они умеют пользоваться Money Storage, Сберкасой. Умеют пользоваться электронными кошельками. Ну, а что тут уже с Zoom разобраться? Вообще просто легче простого. Ну, хотя иногда Zoom бывает так себе. И какие-то дают сюрпризы. Ну, что, у нас пятница, итог недели. У меня лично очень много таких интересных и, знаете, очень важных итогов этой недели, которые, я знаю, что это не только вот на сейчас, а это прям такое на будущее, на будущее. И такие прям, знаете, конкретные такие итоги. И я хочу их запомнить, естественно. И для этого, значит, для того, чтобы запомнить то, что ты сделал вывод, то, что ты узнал, например, новое. Это вообще секрет всех. Особенно кто, например, преподаватель у нас это знает. Чтобы запомнить ту информацию, которая вот тебе сейчас важна, твои итоги, твои выводы, тебе всегда нужно рассказать об этом другим. Это могут быть твои члены семьи, это могут быть там где-то на мероприятии, это еще. И тогда у тебя это прям уже основательно в твоей жизни уже осталось. И все, и ты с этим живешь. Когда ты это все проговорил, все, у тебя твое тело, твой мозг, вообще твое подсознание воспринимают, что все это и есть. Поэтому когда мы, помните, часто мы говорим о желаниях, мечты, желаниях, особенно очень классно, когда вечером ты перед сном себе это продумываешь, что-то в голове прокручиваешь сценарий своей классной жизни, да и в течение дня это. И когда ты себе это прокрутил уже, то твое тело, твое подсознание воспринимают, что вот все, вот это так уже и свершилось в твоей жизни, вот именно так и живешь. А когда ты еще об этом проговорил, и когда ты всем рассказываешь, какая твоя жизнь, какое твое будущее, ну все. То есть у тебя по-другому уже точно быть не может, потому что каждая клеточка твоего организма уже понимает, что твое будущее будет именно такое, и она уже подстраивается. И тут же Вселенная создает все самые лучшие условия, чтобы все это случалось именно так. Сегодня у нас очень крутая аватарка, как вы уже успели заметить. Я вижу здесь очень много сообщений о нашей аватарке. На взлет готовы, и все в таком роде. Да, ребят, пора двигаться дальше. И взлетай. Это один из самых важных моих выводов в этой неделе. Я вам сейчас о нем расскажу, но пока хочу спросить, как ваша неделя? Что вы сделали? Какой у вас личный вывод? Может быть, он похожий с этим выводом? Может быть, еще что-то у вас интересное случилось? Поэтому кто хочет первый сказать пару слов? По-моему, у нас кто-то с понедельника еще оставался. Кто-то не успел в зарядку понедельника вписаться в наш регламент по времени. Кто-то хочет уже включить микрофон и рассказать нам, как его неделя. Так, можно включить микрофон, наверное. Можно поднять руку, маякнуть и сказать пару тезисов. Там, по-моему, Калина Денисенко была у нас. Я уже включилась. Ух ты! С добрым утром! Всем привет, ребят! Доброе утро! Всем хорошего настроения! Да, Ирочка, неделя была насыщенной. Перед этой неделей была тоже у нас такая, знаете, напряженочка немножко, потому что мы в Одессе объявили встречу, объявили первую конференцию. Мы давно не проводили в Одессе таких мероприятий. И, конечно же, я хочу поблагодарить за это мероприятие, за организацию этого мероприятия моего лидера, топ-лидера Марину Погорелову. Она очень ответственная, она очень трудолюбивая, она проявила колоссальный профессионализм в этом, потому что она подготовила так тщательно все это мероприятие от и до, от самого начала это гостиница, ночлег, потом ужины, и также на следующий день у нас были хорошие развлечения, но все на высшем уровне. С чувством, конечно же, безграничной еще и радости и в восторгах хочу поблагодарить всех, кто приезжал на эту встречу, а также своих спикеров, которые помогали нам провести это мероприятие. Приехал к нам в Черкасс это топ-лидер Виктор Красюк, наши местные лидеры были Ирочка Шепталина, Таня Блинковская, Владимир Язовский. Приехала с Польши Кристина Борус, приехала с Николаева Вера Кучерова. И это все спикеры, которые помогали нам проводить это мероприятие. Было более 90 человек в зале. Это были из них 25 было новичков. Это круто. Я считаю, что это хороший результат. И вот наше мероприятие оказалось очень своевременным и информационно таким насыщенным. Хочу сказать, что мы обсуждали не только производственные вопросы. У нас были и интересующие вопросы многих, которых, возможно, не давало развиваться в дальнейшем. Каждый участник имеет какой-то затык, когда он не знает, как развивается какой-то поток, и на этом останавливается у него развитие. А когда он получил ответы на эти вопросы, конечно же, уже пошли и действия. И вот мы такие молодцы, что мы можем быть единым, целым. Мы можем веселиться, мы можем работать. Мы можем быть на одной волне. И мы каждый индивидуально. И тем не менее, это все так круто закружилось на этой встрече, что прошло все в замечательной дружеской остановке. И я думаю, что праздники, которые мы отмечали ранее, будем и продолжать и дальше. И вот такие встречи будем в дальнейшем делать в Одессе. Мы решили с ребятами раз в квартал. Не знаю, часто это будет или нет, но раз в квартал мы попросились, чтобы проводить такие мероприятия. К нам приехали разные структуры. Были и Валентина Карпова, и Наташа Андреева, и Людмила Иштанько. Ребята подходили, благодарили. Было очень приятно. И на самом деле мы сделали большую встречу, такую дружескую, эмоционально она такая была заряжена. В общем, ребят, самое классное для новичков. Если здесь есть новички, услышьте. Сегодня вот именно тот день, когда вы должны сделать этот шаг к своему успеху. Идите ему на встречу, он к вам не придет. И смотрите, с неба, мы говорим, да, не падает счастье. Его просто надо делать. Самое главное, посмотрите на себя в зеркало. Неужели вы хотите остаться там, где вы сейчас есть? Вы же хотите с нами быть такими же успешными, счастливыми, свободными, с деньгами ездить, путешествовать? Так вот, завтра уже нет. Его нет уже. Даже сегодня уже полдня нет. Есть только впереди. Все впереди. Сбиваюсь, хочу быстро, не хочу долго задерживать эфир. То есть поверьте в себя, и однозначно у вас все получится. По-другому быть не может. Вы уже находитесь там, где надо быть. То есть мы в нужном месте. Просто сделайте этот шаг навстречу. Идите навстречу своему успеху, удаче, своим мечтам, своим целям. Впереди нас ждет еще самое офигенное. Все-таки 12 лет в январе. И это будет следующий год нашего еще бурного развития. Новое восприятие мира. Вы уже обновлены, вы уже улучшены, вы уже навсегда счастливы. Посылаю всем лучики добра, любви, света. Будьте счастливы. Пусть наполняет вас всегда всем необходимым и вдохновляет на достижение наш фонд самобеспечения. И ура! Еще раз. Будьте счастливы, свободны, любимы и всего самого хорошего. Все. Пока-пока, ребят. Могу говорить долго. Ира, останови меня. Да, спасибо, спасибо. Ну что, ну как это можно останавливать? Ну, у нас сейчас уже много появляется желающих. Да, Галин, спасибо. Кстати, по поводу новичков. Ты говоришь, хотите, как мы? Хм, они хотят лучше. Я точно знаю. Я знаю наверняка, что каждый. Я это самое обалденное желание, которое может возникнуть у каждого новичка. Чтобы каждый хотел лучше, больше, круче, ярче. И да, вот именно так и надо желать. И, конечно, взлетай. Взлетай. Все в твоих руках. Пора двигаться дальше. Пора двигаться вперед. Не секунды на месте. Всегда твое движение, твои конкретные действия для результатов. Потому что можно сидеть, планировать, мечтать. А можно фигачить. И тогда также результаты тоже получаются разные. Так, у нас еще здесь Нелл просит слово. Неллочка, доброе утро. Доброе утро, дорогие. Расскажи пару слов. Я уже пару слов, пару минут от такси. Жду уже вызвала такси. Лечу на такси, короче говоря. Лечу сегодня в Прагу. Это шутка, конечно. Вот. Ну, Галина Далазадор, обалденный. Хочу похвастаться в нашей структуре. Два новых лидера. Люди, которые вообще даже не представляли, что они могут быть лидерами. Кстати говоря, ребят, я хочу, чтобы вы каждый это услышали. Я постоянно об этом говорю. Люди не знают, что у него внутри есть, и какие у него способности. Какие у него вообще желания. Он просто, когда ты его раскрываешь, знаете, как вот камень, когда обрабатывает, да, янтарь, допустим, вот я так вспомнил свою препалтику. Вот. И я хочу, чтобы каждый из нас помог людям раскрыться, потому что самое заветное желание сидит внутри. И они боятся, может быть, временами. Знаете, есть такие, которые, фух, как мы его с Галиной вспыхнули и пошел, да, не остановить. А есть такие, надо чуть-чуть помочь ему дать руку, сказать, смотри, вот по-другому, вот так ты можешь. И я очень рада за ребят. Я после Праги сразу лечу в Латвию. Мы там будем три дня. Так что все присоединяйтесь. Все у нас информация есть в чатах. Ребята, кому нас нужно, спросите, дадим. Потом вот девчонки тоже организовывают нам там событие такое. Ну, не будет такое большое пока. Ну, я не знаю, даже сама. Но самое главное, что вчера ко мне еще приезжал мой старший сын. И постоянно, знаете, как люди, и бывает разного. Ну, а может быть. А вот это сообщество. Я же там никогда не был. А я же там та-та-та-та-та. Он все равно не рассматривает. Потом я говорю, слушай, сын, возьми ты пример с мамой, в конце концов. И просто, как ты говоришь, Ирина, фигач. Потому что ты же видишь, сколько нас людей, сколько сердец, скольким людям мы можем помочь. И, кстати, я им еще говорила так. Смотри, что ты оставишь после себя? Вот ту работу, что ты работаешь сейчас? Я говорю, а мама оставляет смелых, счастливых, просто шикарных людей. Понимаешь? И вот это самое нужное, может быть, ребята, мы, может быть, это не замечаем. Скольких людей мы сделали счастливыми за эти годы, а сколько еще сделаем? Я благодарю вас всех, кто меня обучал. Благодарю всех, кто мне помогает. Благодарю Ирину, которая всегда отвечает на все вопросы. И, знаете, ребята, просто возьмите сегодня, вот как Галочка сказала, возьмите, снимите, как я говорю, с этого, знаете, с ручника, свою жизнь. Поменяйте все, поменяйте все. И, наконец-то, станете счастливыми и обеспеченными людьми. Всем хорошего, доброго дня. Я полетела. Полетела. Спасибо, Неллочка. Спасибо за твой классный тоже задор. Тебе классного пути, дороги в Праге, потом в Риге, потом еще, еще, я знаю. И потом Лондон в августе месяце встреча. Там уже все распланировано. Там уже есть место, где будут проводиться встречи. Поэтому, ребят, кто в августе летит в Лондон, это будут даты 24-25 августа. Кто летит в Лондон навстречу, тоже маякуйте, сообщайте, что я лечу, я буду, я приеду. Ну, даже на такси можно прилететь. Ну, аэротакси такое срочно. Кстати, помните, когда мы с вами весной, когда у меня получилась очень интересная встреча, и теперь это прям мои товарищи, друзья, пилоты частных бизнес-джетов, помните? Когда очень классно такое у меня получилось знакомство, такое спонтанное. Не могу сказать, что оно было неожиданным. Оно было вполне ожидаемым. Я сразу знала и понимала, что когда я буду летать на бизнес-джетах, то это не будет происходить как-то через какие-то компании. Потому что у меня почему-то с ними было такое общение, ну, не знаю, вот что-то мне с ними не сильно нравилось. А я понимала, что у меня будет по-другому все это складываться. И теперь эти все пилоты мне пишут регулярно сообщения, приглашают полетать с ними, пишут их маршруты. Когда у меня есть свои пожелания, они такие, окей, мы сейчас можем что-то придумать, можем что-то рассмотреть. Поэтому все спокойно, аэротакси может быть в любом виде, в любом формате. И да, сами пилоты всех самых красивых и самых новых бизнес-джетов тебе будут писать. А почему здесь у нас классные самолеты еще? Потому что здесь в Италии, недалеко от Венеции, есть прям заводики производства, где производят вот такие вот маленькие красивые самолетики. И мой муж тоже, как у него получилось так, тоже интересно, недавно встреча, знакомство, познакомилась там с одними тоже мужчинами, так, парнями, которые как раз работают на этом производстве. И такая, говорю, ух ты, да говорю, вот кто делает те красивые самолетики, маленькие такие, миленькие. Они такие, да-да, это мы. Так что... Кириллка, они работу на дом не берут. Вер, Вер, еще раз включи микрофон. Вера. Да? Что ты говорила? Я говорю, а эти работники работают, что на дом не берут. Знаешь, как я говорю, ну, я дома сделаю. Там, да, детальки, счастье. Вот это я ощущаю. У меня прекрасное настроение, потому что я на пути в Прагу, вчера приехала во Вродсов. Вот прямо сейчас ко мне едет уже Марина Борщ, наш стоп-лидер. Я гуляю по прекрасному, какому-то чудесному месту. Здесь, наверное, Марина тоже еще такого не видела, потому что она, когда посмотрела на локацию отеля, она так удивилась, говорит, что это за отель, я такого не знаю. Я говорю, ну, конечно, ты же живешь во Вродсове, а я приезжаю. И я хочу поделиться еще, ну, раз я уже включилась, поделиться выводом недели, итогами недели. У нас в Варшаве было несколько встреч классных очень. Команда уже перезнакомилась, уже, боже, уже и музычка просто проиграет. Боже, как приятно. Немножко для вас музыки. Это королевская флейта вживую. Итак, у нас прошло несколько встреч в Варшаве. Очень классно ребята перезнакомились, подружились. Были гости из Котовит приехали, из Бытома. Семейная пара, вообще такие молодцы. Мы прям порадовались, подружились. Одна встреча была такая более расслабляющая, ну, то есть, как это, не рабочая. А уже вторую мы провели прям круто. Поэтому, друзья, призываю всех, кто может, у кого есть возможность оффлайн встречаться, общаться. И это другой какой-то, не знаю, уровень передачи знаний, энергии и так далее. Ну, потому что вживую это немножко по-другому. Ну и вот мы едем в Прагу. В Праге у нас уже более 100 человек зарегистрированных на нашу встречу. Хочу объявить, что мы, наверное, побили рекорд по аренде номеров в отеле. В общем, все, номеров больше нет. Мы все, мы все, что было, они такие на расслабоне жили себе, это прям приезжаем мы. То есть, полный фулл. Такое очень редко бывает в отелях. То есть, такое происходит тогда, когда в городе происходит какое-то сверхсобытие. То есть, там, либо это какие-то спортивные соревнования, либо политические, либо какие-то фестивали, либо какие-то суперконференции. Ну, в общем, мы – это суперконференция. Чтобы вы все знали, гордились этим. В общем, я в предвкушении. Мы сегодня стартуем из Вродского. И под вечер будем уже в Праге. У нас запланирована лидерская встреча на сегодня. Ну, а завтра будем наслаждаться общением, обучением, ростом. Я уверена, что точно будут взлеты. После каждой такой встречи, после каждого такого мероприятия, мероприятия у людей случаются взлеты. И это круто. Потому что это наша цель. Наша цель, чтобы как можно больше людей взлетели и больше никогда не опускались на тот, ну, скажем, тяжелый уровень жизни, а чтобы всегда, всегда был достаток и умение поддерживать этот достаток столько, сколько необходимо. Всю жизнь и передать это своим наследникам и так далее. Так что, друзья, неделя крутая, продолжаем. Она еще не закончилась. Кстати, у нас после Праги запланирована поездка в Краков. Но там мы будем недолго, поэтому кому нужно будет встретиться, пообщаться, то мы можем вечером или поужинать вместе, или утром позавтракать. Потому что следующая точка наша – это Львов. И во Львове 25 июля. Очень классная дата. 2, 5, 7 и 0, 7, да? У нас будет еще одна вот такая, ну, рабочая встреча с нашими командами, с нашими участниками, с нашими лидерами. Поэтому, друзья, welcome. Кто на связи, западная Украина, пожалуйста, ожидайте. Уже скоро будет объявление и возможность зарегистрироваться. Будем встречаться, будем общаться и будем обниматься. Так, всем хорошего продолжения, крутых взлетов, ну и классных результатов. Ира, ты объяви мне, где ты, куда ты. А то мы сейчас все соберемся и приедем к тебе в Любляну. Что ты будешь с нами? О-о-о, приезжайте. У нас завтра здесь очень крутое мероприятие на Блэде, и мы туда поедем. Такое событие бывает раз в году. Это традиция, которая уже на протяжении 50 лет. В 10 часов вечера все, там, около 10 тысяч человек на лодочках спускают в воду свечи в яичной скорлупе. Я посмотрела это по видео и по фото. Это очень колоритно и очень красочно. Просто такое, знаете, ну это прямо такая изюминка у них, эта традиция. У нас классные фотографии, ждем от вас этого видео с дрона. У вас там крутой дрон, я знаю, есть. Пожалуйста, короче. О, ты, кстати, да. Вы наши представители на выборе Блэд, поэтому будьте добры, нам крутой репортаж. Да, в общем, мы будем, мы завтра будем зажигать на Блэде. Вы зажигаете в Праге, каждый зажигает еще в своем где-то месте. Ребят, мы всегда везде зажигаем огни. И где мы там всегда самые крутые мероприятия, потому что мы выбираем вот именно такую жизнь. Да, поэтому всем побольше взлета. Я знаю, что уже сейчас, уже сегодня стартует еще одно мероприятие. Я, может быть, хочу даже передать слово. Здесь я видела Юлия Якуня, уже нам пишет приветствие из Москвы. Юль, если ты на связи, можешь включить микрофон. Юль, расскажи пару слов, как ты там уже, ты уже из Анапы приехала, прилетела в Москву. По-любому, или кто там у нас сейчас из топов уже тоже в Москве, потому что там тоже в этот уикенд начинается тоже крутое трехдневное мероприятие, на котором будет также очень много взлетов. Это понятно, и это очевидно. Кто уже сейчас на связи? Всем привет. Привет, привет, Юль. Ну, расскажи, ты тоже прилетела на это мероприятие, да? Да, мы приехали вчера всей семьей. Ух ты! С детьми, вот, самые первые, и сегодня наши уже меркурианцы приезжают, съезжаются со всех уголков ближайших городов, и уже завтра у нас будет мероприятие, конференция, где мы все вместе встретимся, пообщаемся, зарядимся. Вообще само мероприятие у нас будет с 19 по 21 число, вот, а много будет очень гостей, тут уже народу где-то 150, может, больше человек там уже по спискам. Кто-то тут с проживанием взяли номера, кто-то просто в качестве гостя приедут на денечек, вот. Тут большая шикарная территория, тут пляж с рекой, может, там везде все обходили, облазили, большая территория со своим зоопарком, спа-комплекс тут сегодня еще посетим, сняли именной люкс, тут он называется «Алиса в стране чудес», так очень интересно все оформлено. В таком сказочном интерьере. Вот, поэтому всех ждем, и завтра уже со всеми встретимся. Классно, Юля, спасибо. Ну, конечно, у вас там, конечно, именной люкс, конечно, все самое лучшее. И, знаешь, я просто помню свои тоже впечатления, когда у меня тоже были такие, знаешь, тематические где-то номера, и когда-то у меня был такой номер прям в стиле... На секундочку, на секундочку, у меня как бы номер был и ковер с следами медведей. И представляете, я сейчас в той зоне, у нас тут постоянно мишки ходят, да? Помню, когда Вера приезжала в прошлом году, и мы такие едем утром, такие на маникюр едем, красотки такие вот, знаешь, такие довольные. И нам такой Мишка тын-тын дорогу переходит, такой даже перепрыгивает ее такой. Большой такой медвежонок был. Так что видите, как что-то ты притягиваешь, поэтому всегда у тебя должно быть... Вот выбираешь что-то, то, что именно тебе по душе, потому что это дальше продолжение твоего будущего. И сейчас вот Вера когда говорила, что взлеты, что наши встречи, ну и вообще после... И вообще после каждой нашей встречи много очень взлетов у каждого случается, и больше человек никогда не возвращается на тот уровень жизни, там какой-то вот, который, например, там не сильно ему сейчас нравится или еще что-то. И знаете, и я тут же словила себя на мысли, и это есть итог, один из итогов моей недели. Вот именно этой недели. Знаете, где я сейчас нахожусь? Вот интересная у меня сейчас локация такая. Вот кто-то вдруг сразу быстренько включится, так, кто-то вдруг быстренько поймет. Вот я сейчас, раз мы заговорили за медведей, то я в нашем домике в лесу. Вы все знаете про наш домик в лесу, вы все знаете нашу историю аренды, и как мы сейчас переехали в город, и мы думали оставлять, не оставлять. И я вам прямо рассказывала целый путь, так, и это тоже был определенный уже итог жизни даже, для жизни, для классной твоей жизни. Вот мы здесь еще добываем до конца июля. Ну, здесь пока моя мама еще. Мы, кстати, нашли уже апартаменты, в которых она будет уже жить в Любляне, где все тоже очень классно, очень красиво. И это потом тоже мы когда-то расскажу отдельно. Интересные такие тоже итоги. И вот мы приехали вчера тут, там, денек, ну, может быть, мы до завтра еще побудем, тут еще кое-что тут собрать. И знаете что? Вот даже когда ты находишься на уровне, когда у тебя все офигенное, когда у тебя все хорошо, нам здесь офигенно было. Место шикарное, просто атмосфера. Вот все настолько классно. И вот даже когда ты находишься в состоянии, что у тебя все-все очень круто, ты все равно просто обязан лететь вперед. И знаете, какое интересное замечание? Вот мы приехали сюда, и там, когда мы только собирались переезжать, было такое ощущение, ну, как это мы переедем? Нам же здесь так хорошо, это же мы будем так скучать, мы же будем так грустить. Ну, вообще, ну, вообще, как же это все отпустить? Как отсюда уехать? А вот мы пожили уже месяц, ну, как, ну, месяц образно, да? Все равно там то с уездами на море, я не знаю, там, из того месяца, что мы уже там живем в Любляне, сколько дней особо мы были в Любляне, чуть-чуть. Но все равно я уже хочу домой. Я вот сейчас, даже уже вчера вечером, я уже говорю, я уже хочу домой, я уже хочу домой в свою квартирку, в Любляну. Ну, и знаете, так бы хорошо у тебя не было прямо сейчас, знай всегда, что для тебя в будущем есть еще лучше. И я уже хочу, говорю, я уже хочу в ту квартирку, я уже хочу в те новые возможности и другие возможности, которые предполагают вот нахождение именно там, а вот в этом месте такой спектр раскрывается просто новых возможностей, каких-то неограниченных, что ты можешь сделать сейчас по-новому, по-другому. Выйти там в пешей доступности, у тебя там изобилие всех ресторанов, выбирай, где хочешь кушать. Там у тебя то-то, 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 там за секунду ты там поехал. Мы вчера были, а нет, в среду, в среду там раз-раз туда поехали, туда мотнулись, то есть я там за полдня порешала столько вопросов и столько делал, сколько люди говорят, ну мы годами это все решаем в Створении. Говорю, ребят, я за полдня порешала. Не знаю, как у вас так получается и как вы умудряетесь это все делать годами, чтобы оно у вас там тянулось. Говорю, я полный список моих вопросов, это все, что касается там разных документов, там всякая такая другая, билиберда, знаете, я порешала за полдня. Я говорю, у меня больше времени на это нет, и я больше времени на это не выделяю. Поэтому мой такой очень важный итог этой недели, который вот мне показал вот мое это ощущение, что я здесь, в этом месте, где еще совсем недавно я не представляла, как я отсюда уеду. А вот если я сюда приехала, я такая, я уже хочу домой, уже хочу обратно, я уже хочу поскорее туда, потому что там новые другие возможности. И вот никогда не стой на месте, знай, что тебе всегда нужно двигаться вперед. И если ты задумываешься, а когда, когда наступает этот момент, а когда уже пора двигаться вперед, знай, пора прямо сейчас и прямо сегодня. И на каком бы крутом бы уровне жизни бы ты не находился, как бы круто, классно у тебя там все не было, как бы тебе там не хотелось что-то менять, но возьми себе очень крутую привычку и создавай самостоятельно, собственноручно условия для того, чтобы твоя жизнь менялась. И что-то меняй в твоей жизни. Как минимум начни зубы чистить не правой рукой, а левой рукой. Кстати, это очень тоже классное упражнение для развития памяти. Начни что-то, поменяй какую-то обстановку в своей жизни, что-то сделай по-другому теперь. Элементарные ежедневные привычки. Ну и, конечно, большие глобальные изменения. Знай, что всегда приготовлено лучше. Сейчас ты еще не знаешь, что именно и как именно, и тебе кажется, ну лучшего уже не бывает. Но оно есть. Жизнь никогда нет в пределу совершенства, никогда нет в пределу просто идеального состояния и идеальной жизни. И наша обязанность по жизни, ребят, это прям, это самая главная наша обязанность — быть счастливым, довольным человеком и постоянно развиваться. Постоянно двигаться дальше и постоянно взлетать. И создавать себе вот этот такой трамплин определенный для взлета. Знаешь, вот такую взлетную просто площадку и таким с маленьким даже трамплинчиком. И кто есть этим трамплинчиком у нас? Мы друг у друга. Вот на самом деле у нас такая крутая тусовка. Я просто обожаю всех нас, я обожаю наше движение вместе, которое мы создаем. Я обожаю вот все, как у нас закручивается, потому что каждый из нас является вот этим трамплином для взлета друг к другу. Согласны? Замечали это? Может быть, замечали, но не знали, как это выразить. Так вот, я это выразила. Это именно так. Так, и наша задача просто взлетай. Как бы круто, как бы классно тебе не было сейчас, взлетай. Сколько бы не было у тебя потоков на сегодняшний день, у тебя их может быть еще больше. И поверь, ты точно найдешь, что делать с теми деньгами, которые будут у тебя из тех потоков. Знай, что у тебя может быть больше. И почему бы и да? А почему ты себе отказываешь в том варианте, что у тебя может быть больше стартовых, у тебя может быть круче растущий поток, у тебя может быть круче накопительный, потому что в будущем... А откуда ты знаешь, какие у тебя запросы будут в будущем? Да, на секундочку. Какие там у тебя будут запросы? Какие там у тебя будут знакомства? И какие там у тебя будут возможности? Да, вдруг тебе все пилоты мира всех бизнес-джетов будут писать в личку? Это же круто, классно. Поэтому в будущем тебе, может быть, понадобится еще больше, чем у тебя есть сейчас, и кажется, что на все хватает, еще остается. Поэтому накопительных тоже может быть больше. А лотереек у тебя тоже может быть больше. Ну, во-первых, мы знаем, что это просто рационально с точки зрения. Чем больше у тебя лотов, тем больше у тебя вероятности и шансов сорвать джекпот. Ну и, естественно, все другие варианты. Три-четыре числа – это тоже крутые выигрыши. Ну и сорвать джекпот. Так? Мы это увидели, мы это узнали. Как у нас там каждую неделю по несколько джеков выпадает. Как это получается и почему это получается. И знай, что у тебя всегда всего может быть больше. Команда у тебя может быть больше. Твой статус может быть больше и выше. Это тебе кажется, что сейчас у тебя команда тысячи человек, и ты такой вау просто. Ты что, у меня тысяча человек в команде. Ну а как насчет ста тысяч человек? Что думаешь? Это слишком много? Нет? Или ты думаешь, что как-то сложно, когда у тебя в команде будет сто тысяч человек? Нет. Ты будешь чувствовать себя ровно так же. И просто у тебя будет по-другому уже система управления этой командой. Что ты думаешь? Ты не справишься? Да нифига подобного. Ребят, вы знаете, сколько в нас талантов. И вот я уже не помню, кто говорил о том, что вот… А, Нелла говорила, да, что мы раскрываем людей. Да, мы это видим, как раскрываются люди. И, ребят, это так и должно быть, потому что каждый из нас рожден уникальным человеком, со своим уникальным набором качеств, талантов. И нет ни одного человека в мире, который не был бы крут в чем-то и в каких-то вещах. И не был бы крут именно в стремлении жить обалденно. Вот самое, наверное, такое, самое схожее качество среди всех людей на планете – это желание жить хорошо. Там у кого-то могут быть разные цвет глаз, цвет волос, у кого-то могут быть разные предпочтения в еде. Он может любить, ну, не знаю, там, кто-то природу, кто-то движ городской, кто-то может там любить активный отдых, кто-то там более спокойный. Но есть одно единое, то, что всех нас объединяет, такое предпочтение, знаете, и что нам нравится, и что мы любим, так это жить хорошо. Что? Согласны с этим тоже? И вот мы раскрываем в каждом человеке то, что так где-то, возможно, где-то в комнате глубоко очень спрятано. Вот это желание и вот это стремление жить хорошо. И появляется эта смелость у него, что он такой, да, все, я понял. Я понял, что я хочу жить обалденно. Я понял, что я не хочу упахиваться с утра до ночи. Как там Вера сказала еще, берем работу на дом. Там, кстати, эти ребята, которые днем делают самолеты, знаете, что они делают вечером? Автосервис, машины. Поэтому, как бы ты крут не был, и как бы крута не была твоя профессия, и для меня это действительно такое вот дело жизни, оно захватывает. Блин, эти ребята, они делают самолеты, но они вынуждены вечерами и иногда даже ночами еще делать более приземленные вещи, просто для того, чтобы были деньги на жизнь, для выживания, чтобы как-то жить чуть-чуть лучше. Поэтому вот это стремление жить лучше, оно есть в каждом из нас. Вот просто в каждом. И вместо того, чтобы человек говорил, фу, не хочу брать работу на дом, да, я уже упахиваться не хочу, все это делать не хочу, я хочу жить обалденно, вот. И самое главное – это дать ему эту информацию и передать свое это состояние, что так бывает, и что это возможно. И тогда абсолютно каждый, ну, каждый человек, он понятно, что выберет. Или работать днями и ночами, брать с собой работу на дом, или, наконец-таки, зажить. Ты можешь продолжать делать самолеты, ты можешь продолжать делать свои какие-то классные, интересные дела, это важное, это нужное дело. Но самое главное – чтобы ты жил. Не упахиваться там до потери сил, до потери пульса просто, а делать то, что тебе нравится в жизни, и жить. Вот что очень важно. И вот что очень… Это то, над чем надо работать с собой каждый день. Поэтому, ребят, мой вывод, еще раз подтверждает, мой вывод этой недели, это мой вывод на всю жизнь, что какая я молодец, что я всегда придумываю себе еще лучшее развитие, еще лучший сценарий своей жизни. И так все хорошо, а я придумываю себе еще лучше. И так я буду делать и со дня, и в день. И какая я молодец, что я не ленюсь, а это же не так уж просто прям получается. Какая я молодец, что я не ленюсь это делать, а продумываю себе все, придумываю, поднимаю и отрываю свою попу от дивана, потому что это нужно же подняться еще и делать. Поднимаю попу от дивана и погнала фигачить. Все, вижу цель. И все остальное мне, знаете, будет именно так, как я себе решила, и будет именно так, как я себе придумала. Никак иначе. Поэтому мы включаем всегда фантазию и придумываем для себя еще больше. И думаем, какая я молодец. Знаете, вот когда я делала свои стартовые на миллионы рублей, десятки тысяч евро, вы такие, как же это так возможно? А знаете, как приятно, когда сейчас они уже после седьмого периода каждый. Я такая думаю, какая я молодец, какая я умничка, что я это сделала. Вот именно тогда. Вот именно, вот когда каждый переходит, знаете, в этот период. А когда сейчас уже начинаются такие самые топовые периоды начислений. Как там после пятнадцатого периода, например. Я такая думаю, какая я умничка, что я сделала именно столько. Не пять копеек, а вот именно столько. Потому что могла бы с пяти копеек получать десять копеек, а так, это уже, конечно, нормальная сумма. Это, конечно, уже совсем-совсем другое дело. Поэтому, ребят, хочу передать всем вот и, значит, такой заряд на смелость, быть смелым, быть отважным, быть решительным, всегда двигаться вперед и всегда взлетать. Вот и искать эти трамплинчики. Знаешь, вот даже ты летишь, все хорошо, но надо найти трамплинчик, и такой тим, еще взлетел, еще выше, еще больше. И постоянно искать эти трамплинчики. Откуда ты будешь еще взлетать? Где мы берем эти трамплинчики? В нашем с вами общении, на наших зарядках. Я получаю массу моря трамплинчиков здесь. Знаю, что вы тоже. На наших встречах, в наших чатах, в наших группах, где вы делитесь, вот как у вас, на ваших страничках в социальных сетях, побольше показывайте. Значит, все просто, кто сейчас проводит встречи, Прага, Москва, все-все-все встречи, у вас в социальной сети, я жду постов. Я вот прям присаживаюсь и жду постов, как у вас там. Показывайте все. Показывайте свой топ-номер с Алисой в Стране Чудес, показывайте все-все-все. Знаете, что это трамплинчики для всех нас, от которых мы отталкиваемся и взлетаем все еще выше. А чем выше, чем ярче летит и светится каждый из нас, тем ярче, конечно, все наше сообщество. Ребят, задача для каждого – светить ярко, взлетать выше и выше. Помните об этом, запишите себе где-то, повесьте на холодильник, напротив кровати, где просыпаетесь, на ноутбук себе, везде расклеите себе стикеры с задачами. Что надо делать в жизни? Светить ярче, взлетать выше. Регулярно. Все. Искать себе трамплинчики, искать себе огоньки, с кем будешь зажигаться, с кем будешь обмениваться этим светом, этой энергией. Это задача каждого человека в жизни. И я так счастлива, что в один прекрасный день я оказалась в нашем сообществе. Ведь все могло бы сложиться по-другому, наверное, но, в принципе, и не могло. Потому что, если ты себе уже выбрал этот путь, если ты уже придумал, то весь мир будет тебе с этим помогать. Поэтому для меня лично большое счастье. Я не перестаю благодарить всех нас за то, как круто мы сделали, как круто у нас получилось за 12 лет нашего развития. Понимаете? Да? Видите. И как круто у нас будет получаться и дальше. Ведь с каждым днем у нас получается все лучше и лучше. В этом заслуга каждого из нас, ребят. Светим ярче, взлетаем выше. Я вас люблю, обнимаю, благодарю каждого за все то, что мы с вами делаем вместе. У нас получается очень круто. И до встречи в понедельник. Ведь в понедельник мы начнем новую неделю. И мы эту новую неделю снова сделаем яркой. На следующей неделе у нас в понедельник, это мы зажигаем неделю. В среду у нас, конечно, мозговой штурм. И есть уже интересная тема, о чем мы поговорим. Ну и очередная новая неделя жаркого июльского лета, которую мы проведем вместе. И придумай уже себе сейчас, что ты хочешь в следующей неделе. Ну и подведи итоги этой недели. И пусть они будут такими, что конкретно будут влиять на твою жизнь. Мои итоги мне показали, что в будущем я буду поступать и дальше именно так. И я благодарю за этот опыт, который я сейчас получила. И благодарю себя за то, что я такая умничка, что я не ленюсь, а делаю. А когда делаешь, и получаешь результаты. Целую вас, обнимаю. Всем крутого дня, всем крутых результатов. Пусть все будет лучше, чем вчера. А завтра будет лучше, чем сегодня. А в понедельник еще лучше. И так с каждым днем. Пока-пока, до встречи в понедельник. С вами была, как всегда, ваша Ирина Левченко. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok